Ивановские спортсмены, покорившие Европу. Антон Шишигин и Антон Колобов на днях вернулись из итальянского города Анкона, где состоялся чемпионат Европы по спортивной аэробике. Без скромности признаются, что ехали за золотом, поэтому победа не стала неожиданностью. Оба занимаются в школе Олимпийского резерва номер два. Наш вид спорта состоит из разных видов гимнастики. Сюда входит и художественная гимнастика, это упражнения под музыку, пластика, гибкость. Это и спортивная гимнастика, элементы из спортивной гимнастики. И сейчас включены акробатические элементы в виде сальто и разных других. В Иваново Антон Шишигин приехал с севера учиться и тренироваться. Вместе с переездом понял, что хочет связать свою жизнь со спортивной аэробикой. Поддерживать мышцы в тонусе перед соревнованием удавалось благодаря ежедневным тренировкам по три часа утром и вечером. В прошлом чемпионате Европы мы уже выиграли, поэтому и сюда мы ехали в качестве лидеров в команде. Поэтому были заряжены на победу. Хоть и в первый день нас так обошли нежданно, но мы собрались и сделали все, что можем. Могли вернее. И в принципе, я думаю, безоговорочно выиграли. Было спокойно. Антону Колобу всего 14, но аэробикой он занимается больше пяти лет. Как и его старший тезка, может похвастаться серьезными достижениями. В прошлом году на мировом первенстве в Корее возглавил пьедестал в своей возрастной группе. На первенстве Европы лидерство подтвердил. Сольное выступление принесло золото. Гимнастика смешанная с... ну, чуть-чуть взята от танцев, но все же это более гимнастический вид спорта. Тут важна техника, важна артистичность, как в танце. Защищать честь России на международных соревнованиях ивановцам помогает профильный департамент. А вот на спортивный инвентарь средств не находится. Несмотря на это, молодые люди планируют и дальше заниматься аэробикой и подтверждать лидерство на мировой арене. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.